У меня больше с ребенком занятий достаточно, нет особого времени, чтобы смотреть какие-то фильмы или старый футбол. Иногда периодически включал футбол, смотрел старые матчи. Команда немножко раньше начала тренироваться, я еще странно реабилитацию проходил индивидуально. По поводу того, как подготовились, ну это уже, я думаю, сезон покажет. Я считаю, что если бы еще неделька лишняя была бы намного лучше, были бы все команды примерно в одном уровне. Я не буду за командой говорить, я скажу за себя, где-то на процентов 70 сейчас готов. Еще бы ни одну хотя бы игру сыграть было бы хорошо. Все равно мы уже сборы проходили в Турции, уже примерно знаем, каждый друг друга слабые, сильные стороны, уже такой притирки нету, да, была пауза. Это связано с карантином, но все равно уже как бы мы тренировались вместе, просто нужно было вспомнить и натренировать эти связи. То, что есть, то есть, и с этой командой мы будем добиваться поставленных целей. Ну, в принципе, у нас команда дружная, молодая, и им достаточно легко было влиться в коллектив. Плюс есть люди, которые разговаривают с ними на одном из них. Все команды, которые получше скамейка, тем будет немножко полегче, потому что они могут проводить ротацию состава. В любом случае будут какие-то травмы, микротравмы, усталости. У кого примерно два одинаковых состава, тем немножко полегче будет. Все равно у нас же клуб был по календарю, у нас сколько должно было перед клубом три игры быть, и потом полуфинал с Урарту. И, в принципе, сейчас так же, ничего не изменится. Мы еще не начали чемпионат, поэтому я не знаю, что еще пока изменилось, какие там правила ведут. Я много все читал в интернете, что там бундеслиги хотели ввести там в масках бегать, еще что-то. Каждые там 20 минут водопой. Как это будет все выглядеть, я еще пока не знаю. Два четвертого узнаем, что как у нас будет. Уже от этого можно будет отталкиваться и сделать какие-то первые выводы. Да тут дело даже не в здоровье футболицы. Тут дело в здоровье каждого человека. Ну, если есть возможность сделать тест перед игрой или как можно больше их делать, то, конечно, лучше их делать, чем надеяться на какой-то авось. Я думаю, будет очень тяжелый матч. Кто выиграет, не могу сказать. Но я не буду стараться выиграть, потому что сейчас у нас последняя игра получается перед тем, перед финальными десятью играми, и я каждой очка на золото будет. Ну, все равно приятнее, конечно, когда люди приходят на стадион, все равно мы играем для людей, чтобы они получали удовольствие в первую очередь. Хотелось бы, чтобы люди вернулись на трибуну. Хотелось бы, чтобы уже побыстрее это все закончилось, изобрели эту вакцину и никто не болел. Они с тобой в мир во всем мире будут.